Привет, просветители! Предыдущая неделя оказалась богата на весьма оригинальные высказывания. Не знаю, с чем это связано. Магнитные бури, вспышки на солнце. Может быть, это просто наша реальность теперь? Но сразу же несколько товарищей решили рассказать высокой трибуны взрослым людям, как им жить. В первую очередь, женщинам. Ну, знаете, матриархат, феминизм не нужен. Все вот эти веселые фразы. Начнем с митрополита Евгения, который выступил на втором международном женском форуме. Да, мужчина на женском форуме. Все нормально. И рассказал женщинам, какие права им нужны. Уже на этом месте становится весело. И поэтому работа над укреплением семьи должна быть очень бережной по отношению и к мужчине, и к женщине. Женщина должна правильно формулировать свои права. Должна кому? Ну, и если что, права человека, а женщина тоже, в некотором роде человек, закреплены Конституцией. Подлинные, а не навязанные ей извне. Мне всегда интересно. Вот когда человек подобные вещи заявляет, он никаких противоречий в своих словах не видит, перед нами стоит мужчина и говорит, что у женщины есть права подлинные и навязанные ей извне. И дальше он, не женщина, начинает доказывать дамам, что конкретно им нужно. А это случайно не то самое навязывание? Ну, просто интересуюсь. Уважаемый митрополит откуда знает, что нужно каждой женщине? Он прошел все этапы женской социализации? Он сталкивался с женскими гендерными стереотипами? Девочки, девушки, женщины, вам пытаются доказать, что вам что-то нужно? Но вам это не нужно. Сейчас я вам объясню, что вам на самом деле нужно. Может тогда просто честно заявить, что нам всего лишь не нравится, когда на женщин не церковь влияет? Ее право реализовывать свою уникальную женственность, свою инаковость. А свои человеческие качества не связаны с женственностью и инаковостью. У нее нет права реализовывать. Может человек как-нибудь сам решить, кем ему быть и как жить? Глупые вопросы я, конечно, задаю. Друзья, вся реклама, которая появляется у меня в роликах или телеграм-канале, не прилетает ко мне волшебным образом. А жаль. Это все кропотливая работа прекрасных менеджеров по продажам, или используя модное слово, сейлзов, рекламного агентства, в котором я состою, авторские медиа. Вот уже 10 лет агентство работает с блогерами самых разных тематик, от политики научпопа до лайфстайла и образования, как в моем случае. Сейчас агентство расширяется и ищет ответственных людей, которые хотят работать с рекламой, медиа и блогерами. Мной, например. Если у вас есть опыт работы с продажами рекламы, это плюс. Если опыта нет, ничего страшного. Главное желание работать и зарабатывать. Работа полностью удаленная, свободный график, полная занятость, потолка зарплаты нет, потому что сейлз получает до 30% от общей суммы сделки. Кстати, пример доходов вы сейчас видите на экране. Если вы готовы серьезно работать в медиа сфере и искать классных рекламодателей для не менее классных блогеров, да, я про себя, то заполняйте анкету по ссылке в описании и с вами обязательно свяжутся. Давайте работать вместе. А невозможность быть в социальном плене в плане плохой копии мужчины? Эээээ... Плохой копии мужчины в социальном плане. А давайте просто представим, что все эти неудачные копии разом осознают свою инаковость и женственность, перестают подражать мужчинам. Все равно же результат будет хуже. И отправляются домой реализовывать свой женский потенциал. Что у нас с экономикой будет? Что станет с российским образованием и медициной, если эти неумехи уйдут из данных сфер? Кто работать-то будет? Передаю пламенный привет женщинам-ученым, хирургам, инженерам. Вы зачем у мужиков хлеб отбираете? Вы же всего-навсего плохая копия. А ну марш домой. Варить детей и рожать борщи. Диву даешься, когда видишь, что сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Потому что только женщина может быть беременной. Потому что нежелательная беременность существовала всегда. Потому что мы знаем, что происходит, когда аборты запрещают. Наша страна буквально это проходила. Потому что половое просвещение находится на низком уровне. А любые попытки что-то с этим сделать вызывают крики. Разврат! А потом мы слышим от очередной беременной в 16. Мы думали, что прерванный половой акт отличный способ контрацепции. Разве нет? Потому что изнасилование это реальность. Потому что подобных потому что много. Как бы ни относился каждый конкретный человек к теме абортов, алкоголя, секса до брака. Реальность остается реальностью. Запретите алкоголь, люди продолжат пить. Только начнут травиться. Запретите аборты и получите рост женской и младенческой смертности. Используйте прекрасные истории о чистоте и белом платье, как единственный способ влиять на половое поведение молодежи. Не удивляйтесь подростковым беременностям, эпидемии ВИЧ. Как же, как же нас обманули. Как мы поверили, что это подлинный женский интерес или даже право. Ну, даже не знаю. Посмотрели по сторонам, книжки по истории почитали. Не право быть матерью, не право жить в крепкой семье, не право быть защищенной мужчиной, не право иметь возможность прокормить ребенка, знать, что у него будет место в детском саду и школе, иметь достойное жилье и так далее. Нет, это все, безусловно, очень хорошие права. И достаточно часто плохие копии мужчин надрываются на работе, а не реализуют свою инаковость дома. Раньше были с чудинкой, а теперь с инаковостью. Именно для того, чтобы дети имели возможность ходить в нормальный детский сад и школу. Потому что государство, которое церковь активно поддерживает, расставило несколько иные приоритеты. Вот если женщины начнут осознавать и защищать свои подлинные права, права любить и быть любимой, рожать, растить, воспитывать детей и знать, что их будущее будет обеспечено. А митрополит на статистику разводов давно смотрел? А на количество должников по алиментам? Нет, ну хотя, с другой стороны, если заставить женщин сидеть дома, то количество разводов, конечно, снизится. Ну, потому что женщина во всем будет зависеть от мужа. Куда она денется? Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица! А если женщина не хочет рожать и воспитывать детей в данный момент, или вообще, в принципе, имеет она право за эти свои человеческие права бороться, реализовывать себя как личность, а не только как мать и жена? Может быть, потому что женщины все еще слышат, что они хуже мужчин, им и нужно за свои права бороться? Женщинам. Это, безусловно, великолепно, что вы разрешили женщинам жить так, как вы считаете нужным. Но возможно, вот только возможно, девушка все-таки сама в состоянии решить, какие ей права нужны. Но не право конкурировать с мужчинами или потворствовать их низменным желаниям. А если женщина хочет конкурировать с мужчиной, вот мечтает она стать классным программистом, или как Терешкова в космос отправится, почему ей нельзя это делать? Мужчина вдруг может хуже оказаться? Плохая копия станет лучше оригинала? Интересно, а как бы отнеслись представители некоторых религий, если бы им заявляли, что у вас есть право быть отцом? У вас не должно быть право выбрать свой жизненный путь. Вы должны ходить на работу и обеспечивать семью. Ну и что, что вы хотите жить духовной жизнью в монастыре? Мужчине нужны дети. Каждому. Если такие мечты у женщин появятся, то мы действительно изменим весь наш жизненный уклад. Да, уберем женщин из экономики и вернемся на пару-тройку веков назад. Парадокс женского движения прошлого столетия в том, что женщины очень успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они хотели видеть женщин. Возможность голосовать, получать образование, распоряжаться своей жизнью. Ох уж эти глупые дамы и похотливые мужики. Женщина, сексуально раскрепощенная, доступная вне брака, готовая убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на самообеспечении, это ли не предел мечтания инфантильного мужчины? Он будет внушать женщине, что ее права это быть удобной мужчине, заявил священник. Женщина без образования, без работы, с пятью детьми, полностью зависящая финансово от мужчины, это ли не мечта некоторых домашних тиранов? Куда она уйдет в случае чего? Не будут ли подобные мужчины внушать ей, что ее право помалкивать? Не будут ли использовать свою финансовую власть? О попытке доказать женщине, что она не должна конкурировать с мужчиной, что она плохая социальная копия мужчины, это не один из способов сделать ее удобной. Я понимаю, что это звучит максимально дико, но некоторые девушки, даже без подсказки со стороны похотливых мужиков, могут сами захотеть, например, творчеством заниматься, или наукой, или просто знать, что если, не дай бог, что-то произойдет с партнером, она не окажется на улице без денег. Знаю, просто взрыв мозга. Пока дамам объясняли, что такое настоящие женские права, уже всем россиянам пытались доказать, что проблема домашнего насилия... Надуманная. По иронии, именно в этот день появилось видео из Подмосковья, на котором муж тащил жену через всю детскую площадку за волосы. Но так как это произошло на улице, это не домашнее насилие. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть еще один раз возникшую опасность для семьи России, в том числе путем так называемой выдвинутой инициативы о некой федеральной программе о борьбе с домашним насилием. Это уже 48-я попытка продвинуть вот этот вот сомнительный, подчеркнем, международный документ, который фактически сегодня спускается сверху из международных организаций, из стран коллективного Запада, с которых у нас существует сегодня противостояние. Представляете, в мире существует проблема домашнего насилия. Хмм, звучит подозрительно. И в том числе в области духовно-нравственных ценностей. И подчеркнем, что именно семья является местом, где человеку наиболее безопасно. Когда я публиковал эти слова в своем телеграме, кстати, подписывайтесь, все вот это всегда раньше именно там, некоторые подписчики начали делиться историями о той самой безопасности в семье. Интересно, а вот те преступления, направленные против детей, жен, мужей, они что, фикция? Выдумка коллективного Запада? Например, мой веселый детский опыт. Страшилки феминисток? Поэтому самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев, согласно статистике, происходят вне семьи. Отлично. А на эти 10% можно глаза закрыть? Веселая арифметика. Поэтому, конечно, те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западноглобалистские структуры. А давайте мы не будем соломенное чучело сооружать. Кто-то реально пытается каждую семью источником насилия объявить, но отрицать, что в некоторых семьях творятся жуткие вещи, это, простите, точно ненормально. Да, порой человек ведет себя с близкими людьми просто немыслимым образом. Такова реальность. Я некоторые ситуации, с которыми сталкивался как классный руководитель, в ролике даже озвучить не могу, чтобы мне мгновенно на видео не прилетело опасные действия в отношении детей. Туры в любом случае, что бы они ни говорили, как бы они ни приводили примеры о якобы защите женщин, на самом деле женщин уже защищает уголовный кодекс. А декриминализация домашнего насилия, это шутка какая-то? Законопроект о декриминализации побоев в семье был внесен в Госдуму 27 июля 2016 года сенатором Еленой Мизулиной. Она заявляла, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести непоправимый вред семейным отношениям. А депутат от Единой России Ольга Баталина отметила в беседе с РБК, что синяк заживет, потому незачем за него наказывать по уголовному кодексу. Да, женщина защищена, только если муж избил тебя впервые, то вы просто заплатите штраф из своего же семейного бюджета. Ну то есть, тебе же сделаешь хуже. А после этого ты останешься один на один с человеком, который поднял на тебя руку, а ты на него в полицию пожаловалась. Ммм, это теплое чувство защищенности. Данный документ, он будет способствовать, к сожалению, расколу в нашем обществе. И родительское сообщество также выступает против любых документов, связанных с борьбой с надуманной проблемой домашнего насилия. Надуманная проблема домашнего насилия. Думаю, на этой фразе можно и закончить. Лучше мы все равно уже ничего не услышим. А комментировать здесь, по-моему, тоже уже нечего. Искренне хочу поздравить всех, что мы живем в таком прекрасном мире, где проблемы домашнего насилия, по факту, в общем-то не существует. И да, у меня, пожалуй, уже заканчиваются цензурные выражения. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Кроме того, если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Например, на прошлом стриме я смотрел выступление Симоняны Барановской о традиционных ценностях. Было интересно. Милости прошу, ссылка есть в описании. Кстати, сейчас на экранах вы видите именно самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Кроме того, отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.